Подскажите, пожалуйста, в семье были алкоголики и в настоящее время есть пьющий человек. Куда уходят или переходят негативные сущности с алкоголиков? Могут ли они перейти на кого-то из семьи? Что такое наследственный алкоголизм? Ну вот это оно и есть, те самые сущности и то оборудование, которое вам досталось от ваших папы и мамы. Григорий, развернешь тему? Ну, алкоголизм это еще, скажем так, система саморазрушения. То есть если у родителей было что-то разрушено, то генетическая часть разрушения вам передаст. То есть, соответственно, если у вас в прошлой жизни не было каких-то сильных завязок, но какие-то проблемы были, то есть вы рождаете в семье алкоголика. Если у вас есть собственные наработки, то за счет вашей качества, вашей души, часть из них перекроется. То есть, предположим, вы в прошлой жизни иногда выпивали, но занимались, ну, предположим, спортом, там, серьезно. То есть часть этого перекроется. Если в этой жизни, там, у вас родители алкоголики, но вы пошли заниматься спортом, то есть вы эту генетику можете исправить. То есть это, конечно, большая работа и много нужно делать. Потому что если ваш, предположим, друг, у него родители не алкоголики, то есть у вас одинаковый, в общем-то, вес, одинаковый рост, пошли заниматься вместе, но большей вероятностью, что успехи у вашего там друга будут больше, поскольку генетически многие вещи у него открыты, и проблем у него будет в этом плане меньше, и ему будет легче чего-то достичь. То есть генетически с вами приходит то, что написано у вас на клетках, плюс переходит часть кармы, потому что дети берут часть кармы родителей, не всю, но часть кармы, так называемую карму рода. То есть эту карму можно почистить, и ваши родители, или близких родственников, но, например, если это был ваш дядя, или тетя, или двоюродный-троюродный брат, то есть это так не ложится. Но если были именно ваши родители, то есть папа, мама, дедушка, бабушка, то это хоть хотите вы не хотите генетически ложится на вашу структуру. То есть это можно почистить. То есть если был алкоголизм, то нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, духовным, нравственным развитием, то есть и вы эти вещи почистите, и вплоть до того, что, если вы этим занимаетесь серьезно, то вы увидите на такой уровень, который вообще у вас роду еще и не было, может быть. Хороший, в общем-то, этому пример, это жизнь, например, питерского йога Рожева Николая Николаевича, который когда-то тоже квасил, так нормально квасил, и был таким уже полным алкоголиком, но там в 30 с чем-то лет или около 40, у него был духовный переворот, он это бросил, начал заниматься йогой, чистками, то есть вышел на уровне сознания, на уровне филиологии, то есть на уровень, если не йога, то человека приближенно к этому. В общем-то, стал не просто примером для всех людей, а и учителем, который за собой людей вел. То есть все можно исправить. Чем тяжелее были наркотики, то есть самые легкие, это, соответственно, сигареты, это тоже наркотики, наркотики это и кофе, особенность, если оно крепкое, то есть наркотики это и алкоголь, но если это были реальные наркотики, то есть, например, героин, то это еще глубже травмировало, и это еще сложнее исправлять. Если вы серьезно занимаетесь собственным развитием, например, идете по пути йоги, вы все это исправите, вплоть до такого состояния, которого, может быть, вы даже и не мечтали. Но работать с вам придется больше. То есть вы получаете таких родителей, потому что вы сами что-то подобное делали, но, как правило, именно так, потому что карма, она не бывает просто так. То есть что-то подобное было. Это непростая ситуация, но есть много людей, которые с ней справились. Что касается родственников. Чтобы помочь родственникам, вам нужно выйти на определенный уровень развития, когда вы способны будете своим примером, своей энергетикой, своим видением, как на них повлиять. И родственников вообще можно привести куда-то, где их вытащат. Человек пьет не просто так, у него есть какая-то, как правило, проблема. То есть это вот идея паразитизма, но заканчивая беспечностью и генетическими проблемами. Такое тоже бывает. Если в трех поколениях родители пили, то они на генетике записывали, это паразитическая программа, и на нем все-таки какие-то очень жесткие паразиты. Для этого человека нужно вытащить из среды, избавить от друзей, которые его это стимулируют. Таким способом его можно вылечить. Как правило, происходит так. Существуют еще какие-то магические техники, существует гипноз. Это вещи более сложные. Лучше всего вытащить человека из среды, где он этим занимался, принести среду, где он этим заниматься не может, и чтобы у него была какая-то заинтересованность, заинтересованность в жизни. Некоторые люди, чтобы не пить, уезжали, например, в какие-то поселения. Им это очень хорошо удавалось справиться с алкоголизмом, где просто сама среда хорошая, где пошло очищение за счет природных ресурсов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok